не знаю я просто рисовала начала рисовать и теперь понимаю что скорее всего это ближе бабушка моя я знаете как нарисовала овал и там что-то ошиблась ну сильно как-то криво нарисовала и вырисовалась ну я невидимая прическа я поняла что это как бы типа бабушка конечно не так как она может но похоже я нарисовала в таком саду она очень любила цветы у нее всегда были все и розы и пионы и эти героины и ну в общем я честно говоря цветы наверное изучила по ее саду конечно она была вообще не такое и есть у нас и фотографии все ну моей просто фантазии памяти шуток так вот нарисовалась как-то так привет короче пришла домой я знаю кто это ко мне встречался это наверно эти короче чуваки которая света ну либо счетчики проверяют ли я не знаю в общем мне так кажется что по свету пришло письмо снова она приходила два месяца назад хозяина платила и снова пришло либо какая-то ошибка не знаю либо они не туда платили но в общем пишут что типа у вас долг и погасите типа основа вас предупреждаю в общем не знаю отправила хозяину потому что я шоу ну если вырубят цвет тогда уже буду звонить а так пока короче отправила хозяину снова и вот они наверное приходили ну это такое дело нечего ходить присылайте письма все письма передаются а там что хотите то и делать так что еще посмотрела по приложению так на еду я потратила за пол месяца около ну не около от это 300 злотых чисто на еду ну это получается что где-то 600 я думаю 600 700 я трачу на еду и снова зашла в магазин купила кое-что сейчас покажу что потому что что тоже надо есть потому что вчера у него не было хлеба я такая мне вечером обычно нападают жор и я вчера уже короче нажралась яйца по два яйца было пожарила сожрала и я не могу вечером у меня просто панический жор но это обычно перед этими самыми днями у меня такой хаотичный жор я уже обратила внимание на это и бороться с ними не даже не хочется смотрела 1 блогера и он там худел он давно давно худел когда-то у него был такой вес что он чуть не умер и он начал путешествовать у него такие крутые видео он снимает у нее не сильно много подписчиков и вот это смотрю он снова похудел но за три месяца так прилично чтени 20 килограмм но видимо он крепкий мужик потому что диета его заключается в том чтобы 16 часов не есть типа перерыв и постоянно следить за калориями ну короче он так похудел конечно страшно и стал выглядеть таким уже как стариком 47 лет ну а что делать либо сдохнуть от жира либо так оно карантин никуда не ездит он все время в путешествиях в движении я поняла для чего он путешествовать начал потому что на есть такие люди которым надо постоянно движение тогда он может есть что угодно и нормально будет а если дома сидеть то начинает жарить у меня точно так же но я у него спросила если у него гастрит у него его нету то есть конечно 16 часов если у него гастрита нету то ему может и нормально ну я бы не выдержала 16 часов получается перерыв между едой ну это это конечно жестко я не вижу смысла так страдать и вообще диеты давят на психику короче либо будешь жирный психически уравновешенный либо худой но психика бы не на месте или нервная система или желудок или почки ну в общем каждого свое здоровье я думаю что он крепкий мужик поэтому может у него сильнейшая мотивация очень хочется худеть поэтому ему ничего плохого не произошло это диета жестокая 16 часов не есть то есть есть через день может перепутала что-то надо посмотреть чем в общем так больше ничего то пришла походка на письмо отправила по электронке пришла анкета от косинуса от школы я так поняла это от организаторов всей сети потому что там типа какой у вас город в общем вопрос такие довольны ли вы обучением тра-ла-ла шо вам не нравится шо вам нравится ну короче ну больше шо вам не нравится мне все нравится я такие написала конечно я могла бы написать мне не хватает практики да ну да не хватает практики но и либо варианты либо болеть заболеть где-то заразиться там на практике либо как-то практиковаться потом во время работы то я выбираю под второе потому что лучше не болеть дольше чем чем зараживаться там ходить шастать всякие приходят неизвестно с кем они разоваривают и от кого они могут подхватить эту болезнь они могут не болеть а другой может заболеть ну в общем стрёмно это все короче так что я написала все мне нравится все устраивает типа все окей все по высшему уровню я представляю что понаписывают некоторые то в школе начнется кипиш типа ну это будет же зависит от каждого у каждого свое мнение потому что одному все хорошо а второму вообще все плохо кто-то может без интернета сидит и он короче не нравится ему ну это же такое дело в общем вот так вот сейчас еще хочу снять продукты и пойти в душ потому что жирная вот так вот купила там вкусняшек сейчас покажу что и так у меня на 3749 купила суп фасоли 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 потом вот такой вот такая бабка ванильная килограмма вот эта красота купил и не не баришься а то еще пекти попортить весь муки пепси два хлеба потом вот такие купила не пробовала еще никогда папри каш с лосося что-то такое типа написано салат и пикантно салатка знак реля они что там по два по злотому злотый с лишнюю короче мандарины 4 злотых за килограмм ничего такие вроде и такие палочки чтобы рот не гулял то есть от их же пользу то есть они что вообще легкие это как хрусь 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 и все вот это сейчас запишу что потратила еще же это сегодня купила проездной за 280 на три месяца аж до марта аж до 17 марта 280 злотых получается короче 100 100 долларов 360 злотых это долларов 80 и так понимаю примерно можете там высчитать сейчас пепси лупану появится бодрость вот так вот это моя картина какая-то вроде даже цыганка получилось цыванка меня когда-то в детстве пугали говорили цыть а то цыганка заберет а я не выговаривала говорю цыванка потом цыганей все время боялась и боюсь ну не то что боюсь а просто мне неприятно их видеть и когда они смотрят и что-то еще говорят то все у меня уже надо бежать от них просто глаза такие вышли надо сделать их не такими тогда не будет так похоже на но я не знаю на бабушка так сильно так и не похоже просто нарисовала какую-то женщину да и все может это какая-то прапрабабушка я же не видела свою эту прабабушку может это она а может это прапрабабушка очень похотелось бы чтобы было уже фотографии в то время посмотреть а это прабабушка как она выглядела а еще же получается два два родителя у каждого бабушь мама короче у меня мозг ломается я подумаю сколько какое поколение за мной там было ну получается что мама и отец два две мамы у каждой мамы было по маме уже и у каждой мамой было по маме а еще папа есть и в каждом папы было по маме ну короче у меня это мозг не не воспринимает ну так бы интересно посмотреть узнать как они были как они жили к них была судьба очень интересно плод до самого каменного века еще показалось там что но есть программа где сдаются анализы отправляешь там по моему 100 долларов или сколько-то стоило когда-то и потом тебя определяют ну твой состав крови и какие национальности относятся кому-то относишься было бы интересно и потом еще и родственники могут найтись какие-то вообще три десятые на молоке типа в общем интересно это все ладно все буду пить пепси заряжаться энергии